Ну что, друзья, всем привет! И с вами Михаил Шилов, автор проекта Корректура, докторшилов.ком, удушин.ру, удоблог.ру и макевара.ру Сегодняшний видеоподкаст вот на какую тему. На очень серьезную, между прочим, тему. Возможно ли какие-то спортивные достижения, серьезные спортивные достижения, если не следить правильно за здоровьем своей? Давайте, ребята, вот о чем мы договоримся. Я вообще хотел озвучить сначала тему таким образом, что а можно ли думать о том, чтобы заниматься спортом как-то более-менее серьезно, если со здоровьем что-то не так? И мне пришло в голову, что у нас инвалиды тоже спортом занимаются, и пара над олимпийскими видами спорта, и все такое прочее. Давайте я скажу так. Эту тему я затрагивать вообще не буду. Вообще, ну, молодцы. Вообще молодцы. Не терять волю и заниматься, и делать свою жизнь, пусть-то полноценной, несмотря ни на что, это великое достижение. Мы поговорим о том, когда у людей все нормально, от природы все дано, руки есть, ноги есть, голова есть, все хорошо. И вот можно ли заниматься спортом нормально, пытаясь вообще чего-либо добиться, если не следить за здоровьем, за своим так, как надо, а именно в рамках особенно опорно-двигательной системы. Прежде всего, я буду говорить о том, что касается позвоночника. Так вот, я хочу сказать, что спортом заниматься начинают люди часто, для того, чтобы добиться результата, в достаточно молодом возрасте. А в молодом возрасте море по колено. Все кажется, что все навсегда, и все впереди. То есть здоровье навсегда, что такая вот активность, бодрость, духа, желание, мотивация, это навсегда. И что всего добиться можно впереди, и все можно исправить, если что-то там не пропустил, и все такое прочее. Это глубокое заблуждение, на самом деле, к сожалению. От него уйти очень тяжело. Юношеский максимализм и иллюзорное восприятие мира, оно характерно всем. Оно было и мне свойственно тоже. И именно поэтому я хочу и предостеречь от ошибок, которые не надо совершать самому, чтобы научиться чему-то. Вот. Я прислушивался к советам старших, поэтому есть результаты, скажем так, ну, получше, чем у других, в плане, может быть, того, что касается позвоночника, опорно-двигательной системы и всего прочего. Ну, когда прислушивался? Уже когда в институте стал заниматься. А надо было еще и раньше. Так вот, собственно говоря, люди приходят заниматься в спорт, занимаются борьбой, боевыми видами спорта. Я хочу сказать, что те виды спорта, которые требуют реально разминки хорошей, такие как атлетика легкая, гимнастика спортивная, там люди делают все. И травмы, которые они не приобретают, там они это из-за несовлюдения техники безопасности или из-за выполнения таких элементов технических, которые требуют, ну, действительно, не знаю, там, циркового мастерства какого-то запредельного, вот тогда возникают какие-то реальные травмы. Вот. А на таких видах, а если этого не делать, то хорошая геразминка, она предотвращает любой аутотравматизм, такой, когда что-то дернули мышцу, потянули, или там, ну, искривление позвоночника от неправильного динамического стереотипа, этого нет. А вот в боевых видах спорта сплошь и рядом видим то, что одни проблемы, проблемы на проблеме, и сколиотическая осанка, и спонделолистезы, и проявление различного стеохондроза, и снижение высоты межпозвоночных дисков, и черти, что там только нету вообще, то есть все, что только можно. Почему? По ряду причин. Потому что, раз, не делается разминка полноценной, делается разминка только тех мышечных групп, и тех частей, которые, как кажется, либо тренеру, либо самому исполняющему, вот они задействованы, ну, их надо прогреть. Остальное остается за кадром. А то, что все перекрестно работает, и один отдел всегда сопряженно работает с другим, это часто, ну, не понимается должным образом, и поэтому идет очень от набока и работа, и в плане нагрузок, и в плане разминки. Вторая часть – это выработка специфического динамического стереотипа, характерного для определенных видов спорта, в том числе для боевых видов. Это тоже связано с тем, что идет нагрузка в определенном положении, длительная нагрузка определенных мышечных групп. Другие мышечные группы работают меньше. В итоге более развитая мышечная группа перетягивает структуры свои, структуры костные, и суставные в точках прикрепления в свою сторону. То есть тянет туда, можно представить, что к одной из стороне, предположим, палки закрепили три жгута, а с другой лишь один. И куда будет направлен больше перетяжка, то есть куда будет идти сильнее натяжение. Но туда, где, соответственно, больше натяжений. Это все понятно. В итоге, если мы там имеем что-то палка, палка не растягивается, и ничего не будет с ней, через 10 лет и все такое прочее. А человеческий организм, он гибок, он перестраивается. Если он испытывает где-то нагрузку определенную, он начинает изменяться, трансформироваться. Где-то у него пребывает, а где-то он, наоборот, умывает. И, собственно говоря, растягиваются даже кости. На этом мы на основу, предположим, аппарат Элизарова, когда вытягивают до конечности на 10 сантиметров и даже больше. Здесь то же самое. Так вот, мышцы крепятся позвоночнику в том числе. Те, которые формируют нашу позу, и те, которые там участвуют в борьбе, в формировании стойки, в поворотах им корпуса. И со временем они, те, которые более развиты, они начинают поворачивать позвонки в свою сторону. И отделы позвоночника могут скривлять в свою сторону. А это в итоге возникает проблема с чем связана? С тем, что у позвоночника форма имеет строго определенные, правильные и физиологические положения для того, чтобы соответствовать максимально функции, которые ему присущи изначально. Это несущая, ну, конструктивная функция, да, и амортизационные при движении. Если изменить немного геометрию, то все, эти функции не нарушены будут, и в итоге начинается износ очень быстрый позвоночного столба. Это как у машины, предположим, если подвеска неправильно настроена, неправильно сделана балансировка колес, там развал, восхождение, то есть все, она начнет очень быстро снашиваться, и резину жрать, и подвеска разваливаться начнет, и потом все в итоге посыпется в какой-то момент. Стоит где-то залюфтовать в одном месте и понеслась. В организме человека примерно то же самое не произойдет. Как только компенсация не нарушена будет, а в какой-то момент, а это произойдет с возрастом, неминуемо, обязательно, рано или поздно, но обязательно произойдет. Все, все посыпется, как я не знаю вообще, как это конструкторы с детальки высыпаны, там вот на пол, все развалится. Вот. И поэтому, на самом деле, если хочется заниматься нормально видами спорта, боевыми, или любыми другими, следить за состоянием опорно-двигательной системы и выполнять элементы гигиены позвоночника, необходимо просто стратегически. стратегически. Иначе спортивная карьера будет краткосрочной и в итоге приведет она к травмам и специфическим спортивным профессиональным заболеваниям. Это неизбежно. Это вошло уже в притчу, это притча в языцах, что спортсмены заканчивают их карьеру, становятся больными, там у них куча травм и все такое прочее. Причем, травмы часто они получают. Нет, те, которые там типа переломы или что-то там еще, когда противник травму нанес. Это аутотравма, то есть травмы, которые человек сам себе нанес. Либо что-то потянул, либо что-то, оторвал какую-то мышцу, что-то еще. Либо у него действительно произошли изменения в структуре костных элементов, а также суставных, когда нагрузка, которая раньше казалась естественной, но была достаточно высокой и формировала неправильный динамический стереотип. В какой-то момент, когда человек стал просто постарше и там износ какой-то появился, компенсация стала нарушена, этого было достаточно, чтобы развалиться, чтобы получить какую-то травму. И все. И карьера на этом закончена. Да и плевать бы на спортивную карьеру 10 раз. Со здоровьем становится закончено, человек занимался всю жизнь, для него это норма, он работал, он хочет продолжать для себя хотя бы сам спортом заниматься дальше всю оставшуюся жизнь. Я говорю, хочу, я без спорта не могу, но делать ничего не могу, врачи мне запрещают, потому что все, иначе там надо протезировать тазобедренный сустав, или коленный сустав, или на позвоночнике делать операцию, либо прострел каждый месяц возникает, не могу спортом заниматься, ни железом работать, ничего, говорит человек. Все. И у него трагедия, потому что все, он уже подсаженный на спорт, это хорошо, но подсаженный был так, что в итоге это возымело вот такой побочный и очень негативный эффект. поэтому спорт, он может быть и для здоровья, и во вред. Многие говорят, что, ну, врачи особенно говорить любят, а я так не считаю, что спорт калечит, и только физкультура лечит. На самом деле, если спортом заниматься грамотно и даже профессионально, не покалечишь сам себя, просто нужно делать некие профилактические меры по гигиене, опорно-двигательной системе и позвоночника в частности. И вот для этого существуют специальные комплексы мобилизации, коррекции и стабилизации позвоночного столба и вообще спорт-двигательной системы, когда все подвижные элементы прорабатываются в рамках своих физиологических амплитуд, а не только в рамках тех амплитуд, которые характерны для определенных видов спорта, что позволяет правильно распределять между группами и мышечными и суставными группами тонус, и в итоге не возникает неправильного динамического стереотипа, который в итоге разрушает весь позвоночник и опорно-двигательную систему как таковую. просто эти методы нужно выполнять, они не сложные, они элементарные на самом деле, их нужно просто однажды рассвоить и потом их постоянно применять, занимают они мало времени, особенно когда все научился хорошо делать, просто элементарно и легко. Что это за упражнения такие и что это за комплексы, вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Вот. Слава Богу, сейчас все доступно и научиться этому очень легко. Я сам лично практикую эти методики уже третий десяток лет. И знаете, хочу похвастаться, чтобы не сглазить, когда мне доводится проходить очередной профосмотр, профосмотр я его так сам для себя называю, потому что мне его по работе проходить как бы это не надо, я сам просто иногда раз за год оцениваю объективными методами свое состояние и прогрессирование в определенных полостях и по четким медицинским контролям. Это делаю под контролем объективных методов исследования. И показываю, что эти методы показывают, что с опорно-двигательной системой позвоночника все слава Богу хорошо. То есть лучше, чем гораздо лучше, чем у среднестатистического человека в этом возрасте и гораздо, тотально лучше. И лучше, чем в абсолютном большинстве случаев у людей, занимающихся спортом. А я бы сказал даже бы и так, что в тотальном количестве случаев лучше у меня состояние. Хотя я спортом занимаюсь каждый день, я тренируюсь по 4, иногда 5 часов в день, поскольку для меня спорт это тема профессиональная. То есть вся моя профессиональная деятельность завязана на спортивной медицине преимущественно. И поэтому я и сам постоянно практикую спорт очень серьезно, самый разный. И атлетику легкую, и боевой спорт, и силовой. И при этом занимаюсь методами профилактики спортивного травматизма и лечения спортивных травм. Так вот, хочу сказать, что у спортсменов на самом деле проблем с опорно-двигательной системой даже больше, чем у людей, которые спортом вообще не занимаются совсем. Совсем. Вот так вот это бывает. А это от недостатка знаний и избыточной самоуверенности в том, что спорт сам по себе несет пользу. То, что ты уже чем-то занимаешься, то все, уже это молодец. Бегаешь по утрам, все, супер-пупер. Ну да, сердечно-сосудистая система в норме будет. А что касается позвоночника и дисков, даже при супер-правильной технике бега, возникают постоянные компрессии, которые тоже нужно снять. В общем, каким бы видом спорта не занимался человек, обязательно нужно делать методы профилактики и методы гигиены позвоночного столба. Обязательно, потому что спорт это всегда повышенная нагрузка, повышенная нагрузка при неправильном распределении мышечного тонуса непременно ведет к умыстрению износа. Вот чтобы этого не было, а наоборот, чтобы износ был минимальным и замедленным, нужно делать определенные методы. Методы профилактики. Еще раз посмотрите в аннотации видео, а может оно появится и в видео, если я его туда вставлю. Все, ребята, это стратегически важно. Методика есть, методика испытана лично мной и всеми, кого я тренирую. Все спасибо говорят и сотни людей эту методику изучили. Отзывы только положительные, рекламации вообще нет. Все. Удачи вам, используйте. Не валяйте дурака. За здоровьем надо следить с самого начала. Готовьте сани летом, а телегу зимой. И о здоровье позвоночника в старости нужно заботиться в молодости. Салют. Но пасаран. И это я про болезни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...